Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейщи Ди и добро пожаловать в новое видео! Сегодня у нас очень много тем, поэтому видеоролик обещает быть длинным. Я оставлю тайм-коды в описании для твоего удобства и экономии времени. Можешь сразу перейти к той теме, которая интересует тебя больше всего. Поговорим сегодня про компанию Celsius, которая запланировала что-то опасное для биткоина. Также про забытую всеми биржу MT-GOX, которая недавно снова объявилась. Что она может сделать с биткоином на этот раз? Поговорим о Ripple XRP, TerraLunia, экономических новостях и о техническом и фундаментальном состоянии биткоина на данный момент. Если ты найдешь что-то интересное в этом выпуске, не забудь поставить лайк, это всегда очень приятно. На последних двух видео мы набираем около 5000 лайков, давай не будем изменять этой традиции. Итак, начнем с кредитной криптовалютной платформы Celsius, которая только что перевела W-биткоины на сумму в полмиллиарда долларов на криптовалютную биржу FTX. Стоит ли нам беспокоиться? Готовятся ли они продать эти W-биткоины и тем самым потянуть весь рынок вниз? И откуда они вообще взяли такую сумму? Ведь буквально несколько дней назад все считали их неплатежеспособными и они готовились к банкротству. Мы помним, что они даже заморозили счета клиентов ради этого. Что ж, два дня назад они выплатили долг в протоколе MakerDAO. Из-за того, что они выплатили этот долг, его обеспечение было разблокировано и теперь они вернули все эти W-биткоины назад. Откуда они взяли деньги для выплаты этих долгов? Из-за того, что счета клиентов были заморожены, возникают резонные сомнения. Некоторые пользователи даже пишут, цитата, «Круто, они выплатили свой кредит, а как насчет моих денег, когда мой депозит на платформе снова станет моим?» Хороший вопрос, не так ли? Получив обеспечение кредита обратно, Цельсиус сразу же отправил его на биржу FTX. Зачем? Огромный перевод на биржу произошел после того, как кредитная платформа выплатила долг перед протоколом MakerDAO, освободив все залоговое обеспечение по кредиту WBTC. Зачем отправлять такие огромные деньги на бирже? Есть только два варианта. Сообщество теперь боится, что это было сделано для того, чтобы в скором времени продать это количество биткоинов. Да уж, продажа 25 тысяч биткоинов – это серьезная нагрузка на рынок и может стать достаточно сильным фактором давления. Но есть еще одно предположение. Цельсиус всего лишь готовится обменять свои WBTC на биткоин, что может быть хорошим знаком для клиентов Цельсиус. Ведь в таком случае появляется надежда, что платформа разморозит счета клиентов. Несмотря на то, что Цельсиус таки сумел отсрочить свое банкротство и есть надежда на его выживание, мы не должны игнорировать следующее. Бывший директор Цельсиуса подал в суд на компанию, утверждая, что Цельсиус – это большая мошенническая понсисхема, которая заманивает новых вкладчиков высокими процентами для того, чтобы расплатиться с предыдущими вкладчиками. Будем следить за тем, как будет развиваться это дело, но мне оно показалось серьезным, потому что в суд на Цельсиус подает бывший директор Цельсиус, который наверняка знает изнутри, как эта платформа работает. Теперь я хочу поговорить про MTGOX. Кто не помнит, это одна из первых крупнейших биткоин-бирж. Очень быстро напомню, что случилось с 2010 по 2014 годы. Сегодня крупнейшая биржа – это Coinbase, Binance и FTX. Тогда это был только MTGOX. 70% торгового объема биткоина приходилось на него. Но потом эта биржа была взломана, и очень много инвесторов потеряли свои деньги. Угадай, кто создал эту биржу. Ты не поверишь, ее создал Джет Маккалеб. Человек, который также стоит у истоков Ripple XRP, а затем и участвовал в создании Stellar XLM. Он также является тем человеком, который постоянно продает Ripple XRP и создает перманентное давление продавцов на этой монете. Но знаешь что? Спустя многие годы продаж у Джеда остается лишь 40 миллионов XRP из 9 миллиардов токенов, которые у него были. А значит в скором времени он больше не сможет продавать свои XRP, потому что продавать будет нечего. Это в принципе может помочь XRP, потому что давление больших продаж Джеда Маккалеба просто-напросто исчезнет. Думаю это вполне себе хорошо для Ripple XRP. Но давай вернемся к MTGOX. Итак, Джед Маккалеб создал MTGOX, но затем он почему-то решил передать эту биржу третьей стороне. К сожалению, эта третья сторона не знала, как управлять биржами, что привело к взлому MTGOX и хищению биткоинов. У пользователей этой биржи было украдено 850 тысяч биткоинов. Это больше, чем даже у больших инвестиционных фондов типа Grayscale. Сохранить удалось около 200 тысяч биткоинов, но в 2018 году MTGOX продал 50 тысяч биткоинов. Как раз тогда, когда биткоин достигал нового исторического пика, это привело биткоин к падению, очень массивному и болезненному. Именно продажи MTGOX и привели к большому краху биткоина в 2018 году. Сейчас у MTGOX осталось около 150 тысяч биткоинов, и сейчас они собираются возвращать своим кредиторам все эти биткоины. Но, конечно, они не будут возвращать один к одному. К примеру, в 2012-м у тебя была тысяча долларов в биткоинах на MTGOX. На тот момент это могли быть сотни биткоинов. Сейчас эта тысяча, конечно, стоит намного больше. Но они не вернут тебе биткоины, они вернут тебе доллары. Ту самую тысячу долларов биткоина по сегодняшнему курсу. Заниматься этим будет криптовалютный кошелек Трасти, но пока неизвестно, когда именно. Вопрос возникает закономерный. Когда они возьмут и раздадут эти 150 тысяч биткоинов всем своим кредиторам? Стоит ли нам бояться, что все эти кредиторы пойдут продавать? Что ж, сейчас время совсем отличается даже от того же 2018 года. Не то, что от 2012-го. И хотя у MTGOX есть 150 тысяч биткоинов, что достаточно много, но просто посмотри на это. Только лишь у микростратегии на данный момент почти 130 тысяч биткоинов. Есть еще целая куча компаний, которые инвестировали в биткоин. И заявили об этом публично. Это 1,6 миллиона биткоинов. Это я даже не учитываю фонды из страны, которые купили биткоин. Так что 150 тысяч битков на самом деле не так уж и много на этом фоне. Кроме того, люди, которые получат эти биткоины от MTGOX, скорее всего не будут их продавать конкретно сейчас, когда биткоин обрушился до 20 тысяч долларов. Вот если бы они раздали эти биткоины тогда, когда он стоил 70 тысяч долларов, это уже все бы меняло. Тогда бы я сказал, да, люди скорее всего продадут эту раздачу, но сейчас думаю этого не произойдет. Люди лучше подождут, когда биткоин восстановится. Тем более, что они не получат такое же количество биткоинов, какое у них было на MTGOX, как я и говорил. Если у них была 1000 долларов в биткоине, тогда они получат 1000 долларов в биткоине сейчас. Хотя, скорее всего, найдутся и люди, которые скажут, я ждал целых 8 лет, когда MTGOX вернет мне мои деньги, к черту все, я продаю. Но большинство, скорее всего, будут их держать. В худшем случае, если все эти 150 тысяч биткоинов будут проданы и Цельсиус продаст все свои 25 тысяч биткоинов, будет очень-очень плохо. Да, будет больно. Но убьет ли это биткоин? Нет, конечно же. Есть еще одна большая разница между 2018 годом и 2022. Когда в 2018 году биткоин упал с 6000 долларов до 3000 долларов вот здесь, баланс биткоинов на биржах был чуть ли не самым большим за последние 6 лет. Что происходит сегодня? Сейчас этот баланс резко падает, как ты видишь на этом графике, и находится на отметках сентября 2017 года. Это очень-очень хороший сигнал, он показывает, как много людей сейчас пользуются возможностью купить биткоин. Поэтому насчет Цельсиуса и MTGOX я не особо беспокоюсь, но с развитием ситуации обязательно расскажу об этом на своем канале. Если хочешь быть в курсе обновления, обязательно подпишись. Я хочу показать тебе еще два графика, которые будут тебе интересны. Во-первых, это график количества активных финансовых организаций в биткоине. Что мы здесь видим? При каждом снижении цены некоторые новые участники рынка выходят из рынка и убегают навсегда. Мы это видим вот на этом скачке, вот на этом скачке, на этом скачке, на этом скачке. На любом скачке мы это наблюдаем. Но! Есть некая база людей, которые верят в биткоин и остаются на рынке даже после его падений. При этом с каждым ростом биткоина она тоже растет. Это означает, что количество холдеров в биткоина растет. И сейчас, как ты видишь вот здесь, их намного больше, чем в 2018 году. То есть людей, которые держат биткоин, несмотря ни на что, все больше и больше. Теперь посмотри на этот график. Это уже не анчейн-метрика, а технический анализ. Здесь мы видим, что индекс относительной силы, который находится вот здесь внизу, как ты видишь, находится на самой низкой точке за последние 8 лет. Так низко он еще не падал. Обычно, как мы видим, это обозначало завершение коррекционной фазы и начало параболической фазы. Это повторяется снова и снова. Почему это не должно повториться опять? Очень похоже, не так ли? Добавим сюда немного позитивных экономических новостей из Соединенных Штатов. Да-да, позитивных экономических новостей. Ты наверняка уже и отвык от таких. Везде кричат про то, что экономика только разваливается. Но вот тебе новость. Многие люди ожидали отчета о занятости с большим страхом, ожидая худшего. Но все оказалось совсем не так. Прогноз был, что количество рабочих мест в Соединенных Штатах вырастет на 260 тысяч единиц. Но он вырос на 372 тысячи. Это очень порадовало рынок. Даже биткоин вырос. Что это значит? Это означает, что все больше людей возвращается к работе. И все больше компаний начинают нанимать сотрудников. Это хороший знак. Значит, у них есть деньги, чтобы выплачивать зарплаты. И закончить я хочу Терра Луной. Вчера я попросил набрать 4000 лайков на видео, если тебе еще интересна эта тема. Ты помог собрать почти 5000 лайков. Поэтому я понял, что это еще интересно. Тебе, как холдеру Терра Луна Классик, нужно следить за тремя датами в июле. Во-первых, это 13 июля 2022 года. В этот день мы увидим новый отчет по индексу потребительских цен. Если он будет ниже, чем ожидалось, то это будет очень позитивный сигнал для всего рынка. Скорее всего, рынок отрастет. Следующая дата, за которой тебе нужно будет следить, это 26-27 июля. В эти дни нам расскажут, что будет происходить с процентной ставкой. В прошлый раз ее подняли на 75 базисных пунктов. Это привело к хаосу на рынках. Мы видели большое падение практически на всех рынках. Сейчас рынок ожидает поднятие процентных ставок снова на 75 базисных пунктов 26-27 июля. Если мы увидим рост ставки на 50 базисных пунктов или ниже, рынок воспримет это позитивно и рынки потенциально могут отрасти. И, наконец, следующая важная дата в этом месяце, это 28 июля 2022 года. В этот день нам официально могут объявить, находимся ли мы в рецессии. Да, многие люди уже об этом говорят, но официально об этом еще никто не заявлял. Если официальные лица заявят, что мы еще не в рецессии, это должно повлиять на рынки очень-очень хорошо. Это три самые важные даты в этом месяце, за которыми ты должен следить. Если, во-первых, процентная ставка вырастет менее, чем на ожидаемые 75 базисных пунктов, если CPI будет меньше ожидаемого прогноза, и если официальные лица не подтвердят, что наступила рецессия, криптовалюта, биткоин и терролуна классик будут расти. Но, пожалуйста, помни, что это не финансовый совет. Я даю информацию о тебе решать, как ею распоряжаться. Меня зовут Богатейший Ди, если видео было полезным или интересным, не забудь поддержать его лайком. Также подпишись на канал, здесь мы каждый день говорим о самых интересных событиях из мира криптовалюты. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok